уважаемые инвесторы 21 января 24 года на экране значит индекс s&p 500 здесь прогноз вообще ну просто прям однозначный так значит рост ну рост разумеется может произойти там я сейчас даже не буду сильно вдаваться так ну хотя давайте ладно разберем так раз далее у нас значит 2 так далее давайте no до 5000 я предполагаю так все далее дальше я даже не рассматриваю здесь до 5000 я рассматриваю вот и в принципе я до этого хотел сказать 5000 но решил растянуть фиба здесь вам показывать 5053 я еще даже вот ну ничего особо так не посмотрел так хорошо это вот просто в режиме реального времени снимаю поэтому здесь немножко я где-то бывает не так все складно рассказываю как некоторым хотелось бы так в общем прогноз вообще очень простой я вижу ну имею право предположить цену сюда 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 вот и вообще по-хорошему так ну сюда вот возможно возможно у нас произойдет ну скорее всего скорее всего произойдет вот такая картина да то есть вот так вот так то есть это я уже на годы вперед говорю да то есть тут нужно понимать что это не произойдет там завтра так вот так у нас картина все очень просто здесь вообще тут все очень красиво просто если посмотреть на в будущее так это вот один вариант давайте посмотрим же на месячном у нас на месячном фрейме в принципе имею право вот сюда дам цену ждать так давайте вот так сделаю даже но так оставлю и так чтобы быть таким скажем аккуратным так и его так скорее всего вот этого не про и возможно не произойдет возможно просто америка захочет немножечко тоже потянуть время потянуть инвесторов за кое-какие места вот поэтому здесь в как бы но и нельзя прям быть уверенным что она вот прям вот здесь пойдет так почему я так думаю ну вот вы во первых вот здесь дивергенция так вот здесь вообще просто мощная дивергенция такая так вот здесь а вот здесь у нас дивергенция вот а кто не понимает что такое дивергенция все эти вообще подробности разбираю от аду я там прям все в обучении вот я это уже больше не не разбираю в подробностях в каждом видео так далее значит я почему думаю что глобально все таки о но цена нарисует сформирует не нарисует а цена сформирует такой некий тройное тройную вершину сформирует мое такое мнение потому что ну все таки надо же немножечко как-то всех еще приманить заманить затащить да то есть все таки двадцать четвертый год вот то есть у нас до две тысячи тридцатого года идет такая глобальная перезагрузка нужно обнулить вообще все население на планете поэтому тянуть мы будем ну тянуть будут очень многие я я смотрю наблюдая за американским рынком там очень многие акции вообще они вот так просто вот упали и вот тут где-то болтаются 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 и у людей деньги лежат замороженные вот я в какой-то момент там плюнул допустим засунул другой актив там у меня сейчас выстрелил там я вытащил деньги и уже могу работать да то есть вот поэтому вот эти моменты я думаю это вот просто напросто это называется сюжет весь повторяется понимаете вот поэтому возможно здесь у нас сформируется такая двойная вершина и потом вниз повалим да вот а возможно он еще здесь где-нибудь развернется возможно надо будет посмотреть возможно он здесь сформирует еще знаете такую некую такую этот обнадежит вообще прям всех тогда и скажет все а я а я вверх пойду а потом люди такие зайдут вот а здесь будет у нас ну к примеру сейчас я даже вот четко могу сказать четко могу сказать куда он пойдет если в отсюда пойдет то он допустим вот возьмем так возьмем там не не знаю губы этот уровень по пара пап так или сейчас если он допустим сюда там опустился 5500 ну да приблизительно грубо вот возьмем скажем да там до 5 500 такой знаете такой поднимется до такой вот здесь такой всех набрал пассажиров такой к повалит потом всех вот то есть сценарий может быть разный нужно вот глобально я вижу только только вниз ничего тут абсолютно никакого роста нет вот на немецком языке я снимал меня там вообще ну как бы закидали какашками ну потому что ну что немцы они естественно верят они никак не могут вообще себе даже представить что там американские какие-то компании что они где-то там будут падать вот это же не говорит о том что если цена падает это же не говорит о том что все компании там банкрот пойду да то есть Ну, где-то что-то, да, то есть никто от этого не застрахован, но тут очень много факторов, вот, короче, все, цену вниз, дальше будем разбирать, вот, золото, все по прогнозу, биткоин по прогнозу, так что тут я тоже ничего такого не вижу, прям супер сложного, вот, все. Спасибо. Спасибо. Спасибо.